Здравствуйте, Накрасьте! Меня зовут Анна Кравченко, и вы на моем канале. Сегодня я вам расскажу три лайфхака для бровиста. При прорисовывании формы старайтесь большое количество раз не прорисовывать в одном и том же месте карандашом. Потому что, когда мы очищаем брови, мы нарушаем гидрогипидную мантию кожи, и при механическом воздействии наш роговой слой начинает подниматься. Также не подчищайте очень долго в одном месте кистью, потому что поднимаются чешуйки, и при окрашивании потом будет просто неравномерно ложиться краска. И у вас будет пятнышками темное пятно, светлое пятно. Это значит, что вы подняли вот этот роговой слой. Обязательно хорошо смывайте краску. Если вы плохо смыли краску, то через 2-12 часов у вас может поменяться цвет бровей. И это единственная причина плохо смытых красителей. Если у вас очень густые брови, вряд ли вы хорошо вымоете их просто смоченным ватным диском. Поэтому обязательно воспользуйтесь детокс-мусом. У него PH7, он не растворит вам краситель, который уже прокрасил кожу, а просто уберет излишки. Если же постоянно будет краситель оставаться на коже, это может вызвать аллергические реакции. Обязательно используйте только сертифицированный краситель. Иначе в случае логической реакции вы будете нести юридическую ответственность. Как понять, что краситель сертифицирован, и он официально находится на территории вашей страны? Обязательно на упаковке будет, например, в нашем случае украинский текст и ответственная сторона в Украине с номером телефона, куда вы можете позвонить и отправить, например, свои предложения либо жалобы. Если же краситель произведен в другой стране, то на нем должна быть обязательно этикетка с информацией на языке вашей страны и с указанием ответственной стороны и обязательно номера телефона. Надеюсь, видео для вас было полезным. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok